дубль 2 опять привет вроде вайфай хорошие но почему-то связь прерывалась привет привет сейчас собирайтесь я настроюсь на мысль потому что очень классная тема меня на размышления об этой теме настроила наша встреча в ростове с катей и олей с катей топилиной которую все уж наверно знают то мой такой человек фантом который всегда рядом если не в живую то на скетчбуках ну катя здесь уже в эфире и другой другая девочка оля кинина на фотограф очень крутой и мы с ними в ростове встречались привет всем привет встречались в ростове и в общем у нас была такая оживленная беседа очень мне кажется что и я там просто не затыкала рот короче энергии торла какие-то мысли мы обсуждали и я себя поймала на той мысли что в какой-то момент я начала им говорить что блин это же талант это же талант и сама себе такая щелкнула типа об подожди ты же не веришь в талант что это такое и всем привет да привет привет сразу скажу что эфир будет сохранен я его сохраню на ю тубе если мне он понравится то есть если сейчас зайдет если я начну бомбить и что-то говорить о очень интересное оживленное нас пойдет с вами какая-то беседа тем более это будет диалог то будет офигенно круто если будет по моим ощущениям классно то я его сохраню на ю тубе и выложим потому что сама по себе тема интересная у меня просто какой-то внутренний инсайт случился по поводу таланта и вообще творчество и поэтому не захотелось поделиться с вами возможно конечно у вас вообще все по-другому размышления мысли на этот счет и мне будет интересно узнать что вы думаете о таланте что такое талант по вашему мнению если он у всех или он не каждому доступен скажем тогда то есть это врожденная какая-то функция человека или это все таки нами до врожденная функция каждого человека или это все таки только типа избранные получают талант вот мне интересно что вы об этом думаете можете писать писать и будем обсуждать ну а пока вы присоединяйтесь пишите думаете или не думаете или просто смотрите на меня и вообще не понимаете что я говорю потому что вижу что иностранцы тоже опять тут посетили эфир хочу еще сказать такую маленькую предновость о том что на следующей неделе будет прямой эфир посвященный курсу предстоящему по графике я буду о нем рассказывать это будет такой анонс и после эфира я открою запись уже в группы и сейчас предвещая все все это событие скажу что у меня будет два блока для начинающих и для продвинутых если вы не знаете в какой блок вам идти то вы можете спросить у меня то есть прислать мне свои какие-то работы графические я посмотрю и по уровню сориентирую куда вам лучше начальную ну там для начинающих или для более опытных вот и что еще на 20 мая ориентировочно уже типа официально я начну набор в группы это будет через неделю получается через следующее и стартовать будет группа у нас 10 июня начинающие а продвинутые 1 июля это вот те даты которые я уже определила уже они будут точно поэтому кто хочет в группы кто ориентируется вот можете найти даты как раз себя ориентировать планировать ну а все остальные детали я расскажу уже на следующей неделе в эфире я увидела что только один человек написал его мнение о том что такое талант больше никто и вообще ничего не думает этот учет вообще у меня конечная мысль по поводу того что такое талант но вообще как нему относиться прочее прочее сложилось наверное ну вот начала складываться в ростове когда мы общались с девчонками а потом до конца сформулировалась у меня в голове наверное только вчера сегодня потому что да вообще вот до вчера вечером почему я ночью выложила анонс про прямой эфир потому что думаю ну вот она точно точно вот что я об этом думаю и все то есть у меня есть четкая позиция на этот счет я сейчас в ней уверена и мне захотелось поделиться с вами сложилась она после того как я построила эфир ну вот марина у которой терапия проходила коуч марина у нее был очень классный эфир с бывшим священнослужителем они обсуждали там еще религии веру и в общем но как бы вообще не относится это к таланту абсолютно никак то что они обсуждали якобы но для меня внутренний сайт произошел потому что мы еще с мариной отдельно обсуждали эту тему когда ездила в сочи я прям задавала и направлен на вопрос про про мои реакции на то что люди меня копируют иногда мои работы и у нас ну как бы у него был интересный ответ но я до него не доходила то есть я не понимала что что она имеет виду то есть внутренне не почувствовала что она имела ввиду и соответственно я не почувствовала правда ли это для меня или нет и насколько это применимо конкретно вот для меня для моей жизни там для моей правды грубо говоря и вчера все у меня все весь пазл сложился просто так ну ладно есть несколько ответов давайте сейчас прочту потом буду говорить свои мысли и возможно пока не буду читать потому что иначе я буду все время сбиваться а потом тогда смогу еще с вами как бы дальше буду общаться да там но если какие-то вопросы будут возникать в процессе или не вопросы а там возражение или еще что-то то пишите конечно постараюсь все равно одним глазом посмотрит талант это от бога остальному можно научиться талант это врожденное это то что человеку легко дается мне кажется что работы с талантом они другие в них есть душа талант это наверное частично как предрасположенность к чему-то талант это от бога как правило это 10 процентов остальные 90 сто процентов это труд и практика кто-то рисую днями ночами нарабатывает навык а талантливому столько времени не требуется но вот смотрите мое мнение на весь тот счет я с вами со всеми ну кого я прочитала наверно как бы частично точно согласна но в общем сейчас я вам озвучу свою мысль по поводу этого всего ну а дальше то вы уже тоже до соглашайтесь не соглашайтесь это как бы просто просто мы общаемся так вот как раньше я относилась к таланту я считала что вообще не существует потому что когда мне говорили лерочка такая талантливая у тебя просто ты понимаешь это тебе дар от бога я думаю блин да какой дар от бога 25 лет рисую какой там дар от бога это просто есть способности которые мне передались по днк и мой наработанный опыт но как бы понятно что если ты рисуешь 25 лет то ты чему-то да научишься ну это дураку непонятно будет только да нет это даже дураку понятно и я думаю ну что такое талант вот что такое талант но для меня таланта не существовало то есть для меня существовали способности которые есть от природы да то есть если родители там как-то творческие предрасположены либо увлекались чем-то творческим или там предки и так далее да то очевидно что эти способности там по днк передаются дальше дети у меня даже есть живой пример очень яркий сейчас моя крестница девочка у нее оба родители художники и она для своих лет рисует офигенно круто и видно что она вот так вот схватывает любую информацию по рисованию моментально понимает как это делать делает это классно то есть явно у нее есть способности к рисованию очень крутые и это очевидно потому что блин у нее родители оба хорошие на крутом уровне художники ну то есть как бы о каком таланте идет речь если это ну просто просто передается по клеточкам но и плюс ты нарабатываешь опыта то есть если тебе это интересно если ты хочешь этим заниматься ты обучаешься практикуешься и соответственно какого-то уровня достигаешь ну и там продолжаешь достигать и расти и так далее но когда мы встречались с девчонками у нас зашла речь о том что ну вот даже недавно кто наблюдал в stories вы кто видел тот в курсе как я делилась эмоциями о том что я рисую да то есть у меня там просто до слез просто счастье от того что я рисую ну помимо того что у меня там какие-то были типа поиски временные сейчас все хорошо спасибо за поддержку тем что мне писал все у меня тогда все хорошо было правда ну просто такой период какого-то какой-то адаптации но вроде как он заканчивается но в общем вот это чувство мое внутреннее когда я пишу работы свои творческие то есть я не говорю работы там для марафонов я не говорю работы для курсов хотя тоже получают них огромное удовольствие от процесса от придумывания от прорисовки и так далее так далее там даже от процесса анализа и передачи информации то есть когда делюсь опытом я тоже кайфую мне ну как бы если мне это не нравилось об этим не занималась но именно мои ощущения когда я рисую какие-то творческие картины вот те самые которые цепляют больше всего меня и как я вижу цепляют мою аудиторию то есть нимфа моя моя последняя работа с гнездом какие-то флора фауна книга кто не так давно подписался я давно уже не рисовала в этой книге но вы можете посмотреть в актуальных stories в сохраненных которые вечны там есть прям флора фауна его тоже там процессы я сохраняла то есть вот эти моменты я я их пишу не для какой-то цели я их пишу просто потому что мне хочется потому что у меня вдохновение пришло и не захотел спасибо вам большое раскрасняюсь и нормально у меня хоть это только это все бледно вокруг все из белые стены очень яркий свет и от это бледно спасибо вам большое мне приятно и когда я пишу творческие вот те работы которые я пишу просто по велению сердца не знаю даже я даже не знаю почему мы решают писать вот это сейчас попытаюсь вам сформулировать ну в общем в этот момент я не могу бы логически это объяснить но в этот момент я испытываю такой коктейль эмоций что это похоже на какой-то экстаз это похоже на кайф это похоже на блаженство на что-то то есть блин у ощущения что просто сверху сейчас катя ты же в эфире да и сейчас будет это дежавю я просто все точно также девчонку рассказал вот ощущение что сверху вот так вот тебе открыли и туда проникает свет в макушку и вот он проникает внутри здесь внутри трансформируется в идеи а потом ты начинаешь эту идею создавать на бумаге и весь этот свет который вот здесь он тут уже переполняется и он начинает выливаться вот они на через сердце через душу ну то есть через грудь через вот эту часть он просто выходит на лист я не знаю ну те кто подумает что я дура классно может вы отпишетесь потому что вы не мои люди потому что но блин эти ощущения я желаю каждому испытать это правда потому что это нереально круто и я понимаю что эти ощущения это не но это не не только у художников я понимаю что не я одна могу такое чувствовать и я понимаю что это даже не просто этот творческий человек обязательно должен быть чтобы это чувствовать это может быть кто угодно ну в общем так чтобы не скакать туда-обратно но вот представьте до открывается какой-то поток каких-то идей какой-то информации не знаю там вселенная тебе начинает что-то давать и ты переполняешься этим и начинаешь этим просто делиться потому что ты понимаешь что блин тебя разорвет сейчас тебя просто может разорвать если ты сейчас этим не поделишься и вот этот кайф вот эти ощущения офигенные я думаю блин они это ли талант но талант в каком смысле многие думают что талантливый человек это какой-то особенный человек и многие думают что талант дан не каждому вот мое мнение сейчас на сегодняшний день о таланте что это то свойство так правильно то есть не чувство свойства она доступна абсолютно каждому то есть каждый человек талант его знаете вот эту фразу каждый человек талантлив в своем в чем-то своем теперь я понимаю эту фразу просто на сто процентов но понимаю естественно и по-своему ну вот вот как как я ее чувствую когда мы начинаем заниматься своим делом когда мы делаем что-то действительно свое вот то что дает нам возможность почувствовать вот эту связь с космосом со вселенной с богом не знаю на каждый по-своему да назовет как хочет мне кажется в этот момент я вообще ну даже верующим человеком себя не могу особо назвать потому что ну как бы я ну честно вот у меня если меня будут таланта сформулировалась в голове позиция то по поводу например веры и религии так далее у меня позиции твердой нет я ну это темы никогда особо не касалась и об этом даже не думала ну то есть как бы я живу у меня есть какие-то свои там не знаю соприкосновения с миром с окружением с пространством я вижу как на меня мир влияет как я на мир влияет как мы там взаимодействуем но я никогда не думала об этом какая какой-то сформулированной идеи но вот этот момент когда ты чувствуешь этот свет вот эта связь со вселенной там с богом ты понимаешь что блин ты касаешься реально бога и вчера в эфире марина мне понравилось что она говорила про они обсуждали там с ее собеседником обсуждали такой момент что бог есть каждом из нас да вы тоже это достаточно известная фраза что внутри каждого из нас есть бог там творец и мы как сотворцы мы творим свою жизнь я думаю блин это же действительно ну вот когда ты получается находишь что-то действительно свое то что ты очень любишь то что ради чего ты готов не знаю но я не могу сказать жертвовать чем-то то есть я не готова жертвовать ну какими-то не знаю короче я безумно люблю рисование но я себе даю отчет что рисование это огромная часть моей жизни но не все ну то есть как бы я адекватно понимаю что вокруг меня еще много чего интересно но когда ты готов развиваться в этом да вот ты понимаешь что вот это дело она твои она тебе по любви ты готов в этом развиваться ты готов в этом же совершенствоваться тебе хочется узнавать еще больше тебе хочется расширять кругозор набираться опыта напитываться вот когда ты понимаешь когда ты находишь вот это дело мне кажется в этот момент реально настолько открываешь свое сердце настолько чувствуешь действительно вот эту любовь которая есть в каждом из нас она заложена изначально и ты просто начинаешь чувствовать соприкосновения ну с творцом ну опять же да кто как назовет и в этот момент когда до меня вот это дошло я думаю но почему тогда то талантливый человек это ну типа какой-то особенный человек нет это каждый из нас потому что в каждом из нас есть бог то есть все она как бы круг замкнулся никаких ответвлений нет все каждом из нас есть бог и когда мы находим любимое дело мы чувствуем этого бога мы как бы мы чувствуем этот свет внутри это любовь и мы понимаем что вот она вот она самая и для меня вот это талант то есть для меня талант это не какие-то крутые супер развитые способности которые мы там получаем от бога как вознаграждение какое-то или не знаю там как благословение да это благословение то что я чувствую когда я рисую те вещи которые мне просто хочется рисовать просто просто потому что они не пришли мне вот хочется их создать да я чувствую этот момент благословения но я верю что абсолютно любой человек может это почувствовать и вот в какой-то момент разговаривая с девчонками я начала говорит вы может быть это талант и мне с такой сразу стало стыдно потому что думал блин это как-то эгоистично говорит что я талантлива а вчера я поняла да нифига это не эгоистично потому что быть талантливым это значит найти свое дело это значит найти то что ты очень любишь и ну просто чувствовать это счастье и делиться и делиться в создании до в творении своем и причем но опять же да еще раз говорю что я понимаю при этом что не обязательно быть художником то может быть пианистом там музыкантом то может быть писателем то может быть врачом ты можешь быть там инженером да кем угодно но если ты в этом чувствуешь свое какое-то вот я не знаю как просветление не знаю как это называть но если ты вот это чувствуешь то но не это ли талант и кто-то там из девушек написал да что таланты то там типа 10 процентов и 90 процентов это практика и опыт ну я в этом согласна а нет не то написали что талантливым людям типа легче все дается знаете почему вот при моей вот этой мысли я понимаю почему людям проще дается и не сейчас проще дается почему потому что талантливые люди они умеют слышать себя это очень крутая фраза которую сформулировала как раз вот оля акинина моя вторая собеседница я помню сейчас нет в эфире когда человек начинает слышать себя когда он прислушивается к себе начинает слышать свой внутренний голос там свою душу ну то есть свои истинные потребности свои истинные желания не то что ему навеяно другими не то что ему навеяно окружением там социум или еще чем-то он чувствует слышит и чувствует что ему лично необходимо вот тогда он приближается к тому что действительно его и что действительно ему нужно и что он действительно любит и в этот момент слыша себя соответственно он приходит вот к этим ощущениям гармонии экстаза блаженства любви счастья радости в процессе творения того что он делает и тогда он становится талантлив почему не все люди талантливы потому что кто-то не может слышать себя но как бы все все могут но кто-то в силу определенных обстоятельств там ну каких-то жизненных да может быть он недостаточно недостаточно прошел каких-то путей своих уроков там опыта набрался чтобы начинать себя слышать может быть в какой-то момент ему не попались люди которые ему смогли показать да ну как бы не навязать а просто он смог обратить там внимание ли ситуации какой-то не возникло когда он понял что он может начать слышать себя кто-то начинается слышать там с ранних лет ну то есть у нас же мы же все уникальные у нас у всех свои пути своя жизнь свое окружение свое восприятие всего что происходит с нами и происходит вокруг и соответственно кто-то может слышать себя кто-то к сожалению не может кому-то быстро это дается он быстро начинает чувствовать себя кто-то дольше этот путь проходит и по себе могу сказать однозначно точно что когда ты слышишь себя и делаешь для себя я не говорю сейчас про какой-то эгоизм я говорю про здорово экологичную любовь к себе то есть когда ты понимаешь что тебе действительно нужно и делаешь это потому что это по любви к себе тогда это все вот так дается легко потому что потому что это из любви к себе ну и соответственно когда ты делаешь по любви для себя для других тут тут не может быть какого-то негатива и тут не может быть какого-то сопротивления ну вот у нас яркий пример например с нашим переездом в краснодар мы понимали что это огромный шаг вперед для себя и нам все выдавалось на 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 деньги на там жилье на вот это надо держи вот это бери пожалуйста только успевай брать то есть да действительно когда человек начинает слышать себя начинает понимать что ему действительно нужно ему это становится ему начинает даваться все легче все проще без сопротивлений потому что это его его по предназначению и то же самое но вот для меня до любимое дело чем больше мы слышим себя тем ближе мы приближаемся к тому что действительно наши что будет приносить нам счастье какое-то наше творение да неважно чем мы будем заниматься у каждого свое и вот момент когда вы достигаете этого но я бы могла это назвать талантом то есть вот для меня это талант то есть что такое талант если вот кратко до подытожить что для меня талант это возможность слышать себя и творить для себя вот и все и соответственно когда мы начинаем творить для себя мы и вещи-то классные создаем и получается все и другие люди те горят и талантлив вот когда ко мне наверно следующий раз когда человек подойдет и скажет лирочка вы такая талантливая я скажу вы тоже потому что это правда вас каждый не да я ничего не умею ничего это вообще ничего не умею скажу дару глупости что-то вы точно умеете вот ну потому что это действительно так а вот так вот и ладно давайте я сейчас прочту что вы написали и потом немножко расскажу о своем прошедшем опыте да вот до до момента сейчас она вот до комментариев про то что я прокомментировал что потрясут днями и ночами нарабатывать навык а талантливым столько времени не нужно но талантливый человек он ему ему просто будет все складываться таким образом на мой взгляд да сейчас сейчас я буду говорить а теперь я буду говорить с позиции той которую я озвучила это моя позиция соответственно соответственно моя правда в моей жизни в моей вселенной ну вот и ну вот моей правде просто когда человек понимает что действительно его и грубо говоря на что его благословил бог если можно так сказать ну тогда ему просто то это это дается легче да действительно без надрыва понимаете легче в каком плане чат не надрывается он делает просто это в удовольствие в кайф это и есть талант вдохновение радость от полученного и происходящего да ну я немного более практично в этом плане потому что все таки опыта тоже играет свою роль поэтому я за то что это определенные способности это опыт это любовь однозначно вот это и есть таланта и тогда нам дается вдохновение создание чего-то талант это как скрипка страдивария доставшиеся по наследству она не сделает обладателю музыкантом мне еще нужно учиться играть научиться играть на хорошем инструменте конечно лучше но то что вы пишете для меня это больше способности они талант то есть мне может по наследству передаться скрипка но я не буду хотеть на ней играть и при том что там у меня есть способности это сделать и я смогу научиться это сделать но при этом этом допустим офигенно не знаю вышивая что-то то есть способности от родителей нам передаются когда эту идею я не не отклоняю то что вначале сам сказал но талант это вот истинно твои и не обязательно это то что нам родители передают у меня из родственников насколько я знаю никто не рисовал меня отец увлекался фотографией это ну как бы творческое скажем так увлечение которое каким-то образом завязаны с рисованием на мой взгляд но ну как бы прям прямых художников у нас нет и я не могу сказать что но в общем я вроде вроде сказал это сейчас я начну еще все в голове путаться ваше любимая картина она есть а уточните пожалуйста вопрос картина моя или чья-то реализовываться в этом любимом деле творить свой мир слушать и творить свой мир это вообще гениальная фраза и я вот к ней тоже недавно пришла и после того эфира про который рассказывал тоже там была такая фраза что мы все сотворцы и бога и мы все творим свою вселенную ну грубо говоря да то есть у нас есть мир в котором мы живем и в этом мире мы каждый вокруг себя формируем свой мир и вот как мы его будем формировать зависит только от нас на то есть то наша ответственность и очень классно вы написали что реализовываться в этом любом деле творить свой мир это действительно блин это ли не счастье когда ты находишь любимое дело и начинаешь в нем реализовываться но я когда-нибудь выучил английский буду еще на английском с вами общаться вот очень крутой вопрос сейчас она не отвечу дочитаю что вы писали и отвечу как-то начала слышать столько шелухи заглушают этот голос очень крутой вопрос сейчас 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 я скажу о спасибо вам большое кто переводит огромное спасибо я вообще уже на самом деле блин друзья я на самом деле уже подумывая о том чтобы завести себе ну как завести себе красиво звучит найти в помощники себе человека личного помощника который еще будет владеть английским языком и который будет как одна из обязанностей в прямых эфирах кратко что-то там объяснять рассказывать иностранцам потому что у меня ну примерно половина аудитории это англоязычные люди и плюс у меня там есть задание для человека ну вот я пока для себя еще внутренне формирую вот образ этого помощника и буду буду наверное искать вселенная поддержала это я увидела что вы написали к тому что мы переезжали это сто процентов вообще это просто истина действительно так моя картина любимая ну на самом деле у меня прям любимой такой очень любимой нет ну я имею ввиду какой-то одной которая будет выделяться потому что все что я писала по творчеству это все я писала по любви и одинаково прекрасные эмоции я чувствовала когда я создавала это поэтому у меня с ними это как знаете детей любить ну типа вы по-разному любите своих детей там первого второго ребенка или все-таки одинаково ну наверное все-таки одинаково да ну как бы мне кажется только какая-нибудь незрелая безответственная мама будет детей сравнивать и говорит что вот ты лучше а ты хуже ну как бы любовь она одинаково для всех детей вот ну у меня сейчас творчество для меня это как какое-то ну тоже такое продолжение меня и отчасти отчасти предложение меня блин еще один инсайт и ну это можно назвать что это как вот мое творчество это как мои дети и люблю одинаково всех правда но однозначно я могу так цинично сказать что например работы которые я пишу именно по ну по творчеству да как я говорю то есть ну из ярких опять тоже нимфа ворон там последняя работа с желтыми птицами с гнездом они для меня ну немножко другую эмоциональную нагрузку несут чем работы которые я пишу например для марафонов для курсов потому что те работы они больше ну все таки направлены на конкретную цель а эти работы создаются просто потому что вот по велению сердца ну вопрос был как я себя начала слышать потому что вокруг очень много просто информационного мусора знаете мой опыт какой я ну при том что я там 25 лет рисую из своих 30 да то есть я начинала там с самых детских кружков и вот регулярно либо у меня в художественной школы сначала там в детскую ну как кружочек просто есть не типа непрофессиональная художественная школа для детей а просто кружок по интересам потом я доросла до художественной школы ушла туда там проучилось потом меня был гимназия удожественная был институт художественный то есть я как бы самого детства я рисую но после окончания института я рисовала больше для того чтобы у меня был навык рисования и я его не развивала как художник я все старалась короче вот поддалась я вот этой шелухи всей и все думала что художник не может быть ну как бы он не может себя содержать художник это типа нас вообще это в наше время это было художник это значит пьяница это бедный пьяница все у нас вот так это было вот в то время когда мы учились то есть у нас не было понимания что ну кто то кто такие в нынешнее время кем и могут быть художники сейчас вообще классное время для художников потому что у нас есть столько возможностей реализовываться раньше такого наверняка тоже было не все же пьяниц но наверняка это было сложнее и подавшись вот вот такому влиянию таких мнений я свое рисование старалась применять просто где-то в какой-то работе другой но к примеру вот из последнего опять же да так как может быть много подписчиков новых из последнего работала я на свадьбах у меня была своя студия по оформлению владелец была там и исполняла очень новую работу и соответственно я рисовала эскизы рисовала какие-то элементы для пригласительных создавала пригласительные ну то есть использовала навык рисования в как вспомогательный элемент в своей работе и в какой-то момент у меня это все достало он то есть я очень сильно устала от свадеб я устала от этой работы я поняла что мне нужно однозначно что-то менять потому что но я сама стала меняться в худшую сторону был жесткий негатив к себе к окружающим этом ненавидела людей я очень сильно злилась я понимала что это ну что это тупиковый путь то есть однозначно нужно что-то менять и я в один момент просто отказалась от той работы отказалась от свадеб при том что мы были достаточно успешный я поняла что но нет это не мой путь но вот тут как во первое до первый момент как понять что это не ваша но если вы блин сливаете всю энергию туда и вы у вас не остается никаких сил никакого желания жить вообще но я не виду там гулять общаться с другими людьми как-то не знаю радоваться тому что вы сможем ужинаете вместе там в общем просто гулять на улице в прогулках куда-то вылазить там какие-то идеи новые должны появляться то есть когда вы идете по своему пути у вас энергия не сливается вы не устаете ну как бы понятно чтобы как человек устаете там вышний робот но я не виду что у вас нет вот этого слива нет ощущения что что-то я постоянно устаю у меня постоянно нет силы время хочу спать или все раздражать все меня бесит то есть вот это это однозначно что-то нужно менять из вот такого быть не должно это что-то делайте не так и вот это для меня был первый сигнал то есть я поняла что блин что-то я делаю не так но этот момент я понимала что все вот я не хочу больше этим заниматься мне нужно что-то искать другое я просто радикально я ушла от свадеб совсем вот от слова совсем и у меня было потерянное состояние какое-то время и то есть я не знала чем я хочу заниматься я не знала чем я буду зарабатывать на жизнь я не знала как мне вообще куда что двигаться что мне делать дальше но я знала что я точно на тот момент понимала как я хочу общаться с людьми как я не хочу общаться с людьми сколько я хочу работать там в сутки в неделю в год сколько я хочу ну грубо говоря там для начала хотя бы зарабатывать да и ну то есть мне важно было что что я буду делать точнее нет ни что я буду делать а сколько я буду это делать количество дней в неделю и количество часов в день и какие эмоции при этом я хочу испытывать да все это основное для меня было я бы даже выпуск выписывала прям все по пунктам что я хочу чем занимать ничем заниматься что и как я хочу проводить свою работу не знаю что я буду делать вот так и что что вот я могу единственное на тот момент что я могла однозначно делать я могла рисовать и я всю жизнь рисовала и я знала что я буду рисовать ну как бы ну окей там была работа у меня как просто навык но почему бы не посидеть не порисовать просто так для себя и начала рисовать просто просто для себя просто стала в программ выкладывать что у меня первые работы но при том что они могут казаться какими-то классными не знаю сейчас я понимаю насколько вырос мой уровень за последний год-полтора когда я стала рисовать активно и практически каждый день то есть регулярно то есть второй момент какой выписать как вы хотите и вот как начать слышать себя что выходят у меня наверно мне было проще в том плане что я рисовала всю жизнь и я думаю на что я могу делать но я могу рисовать ну давай рисовать сидеть если вы вообще не знаете ну можно почитать барбару шер по моему я ее тоже кстати читала но так и не дочитала и у меня такое двоякое отношение к этой книге ну может вам зайдет барбара шер как как на начать мечтать или научиться или что-то такое посмотрите на все книги примерно одно и то же и можно почитать любую можете в начать просто себя спрашивать чего я сегодня хочу сделать вот как начать слышать себя да не не конкретно про работу или про творчество а вообще начать слышать себя каждый день спрашивайте чего я конкретно сегодня хочу я хочу пойти погулять на цветочки посмотреть или я хочу полежать кино посмотреть я хочу действительно хочу приготовить ужин или мне нужно приготовить ужин потому что так привыкли в моей семье или вместо ужина я хочу заказать пиццу и побаловать себя пиццей ну то есть вот такие моменты я действительно ли хочу сидеть делать себе маникюр потому что у меня ногти уже не знаю обколупались и или лучше плюну на это и пойду покайфую в кино посижу ну то есть вот по-честному задавайте себе вопрос чего я сегодня хочу и по-честному на него себе отвечаете и разрешайте себе все возможные ответы которые вам придут если даже так у вас не принято было в течение там 10 лет не знаю там не приготовить свежий ужин ну к примеру или там посуду не помыть после еды типа нельзя не помыть после еды посуду а вам не хочется мыть да блин забейте и не моете вот и все то есть сделайте вот то что вам кайф и начиная вот с таких мелочей вот такого маленького по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть вы начинаете постепенно слышать себя реально слышать чего вы действительно хотите то есть вы начинаете все больше и больше прислушиваться к истинным своим желаниям и соответственно как тогда мы тоже в ростове на этой беседе с подругами мы пришли к тому что чем больше вы слышите себя дать чем больше вот вот это свое внутреннее начинаете слышать тема вас больше тут открывается поток расширяется и вы больше информации получаете вы начинаете здесь меняться потому что вы начинаете действовать из любви к себе не потому что кто-то вам сказал что так надо или вас так научили родители или социум вам сказал что вот так вот надо или инстаграм вам сказал что вот так вот надо так модно так красиво нет вот вы вот вывод так чувствуете вот вам вот так хочется и вы плюете на все и делайте так как вам лично хочется потому что вы от этого будете кайфовать вы от этого почувствуете любовь к себе и тогда у вас и здесь открывается и здесь открывается а когда у вас вот эти дверцы все открываются Вам начинает заходить, куда легче попасть, вот в такую щелочку малюсенькую вот сюда через голову, или вот так открыть и залить вот этот поток. Соответственно, вот так, да, когда у нас широко открыто, и здесь широко. И тогда начинает приходить информация сама, вот просто в подсознание начинает приходить, что, блин, да я же вообще петь люблю, да я же вообще мечтала на хор пойти, там, не знаю, и вы, наверное, находите в себе смелость, потому что вам кайф, вы хотите, вы берете и идете на этот хор, начинаете петь для себя в удовольствие, а потом бац, а оказывается, вы так офигенно поете, что там все заслушиваются, а потом бац, а вас начинают на концерты звать, а потом бац, и вы там уже, не знаю, свой диск выпускаете, то есть, понимаете, просто начинать делать вот то, что вам по кайфу, то, что вам нравится, то, что вам хочется, вот начинаете просто с мелочей, у меня муж сейчас на том этапе, когда он учится слышать себя, у меня, ну, я-то тоже на этом этапе, да, просто у меня уже, ну, грубо говоря, там вот такой открытый канал, у мужа там поуже, ну вот, но я, естественно, я хочу еще шире, ну, и муж у меня тоже хочет, но я вот свой путь какой-то прошла, я наблюдаю, ну, как бы смотрю на мужа, я вижу себя там год назад, грубо говоря, и я понимаю, что, блин, а ведь это работает на самом деле, это не просто слова, что, ну, кто там не верит, да, но не верит, то у него там либо свой путь, либо там как-то, не знаю, по-другому все решается, но вот у меня это работает, в моем мире, в моем пространстве это работает вот так, и у мужа это работает, ну, может, мы с ним там завязаны как-то ментально, не знаю, но это офигенно, это круто, и когда вы действительно, вот, начиная с крупиночек, с маленьких, просто начинаете слышать свои истинные желания и позволять себе создавать, делать для себя, во благо себе, в любовь себе, вы начинаете получать информацию извне о том, что действительно ваше, и у вас складываться начинает пространство все вот так, как вот прям для вас, то есть, когда мы начинаем это замечать, это, ну, я лично, мне кажется, не перестану удивляться тому, как работает этот мир, потому что, как только ты, блин, накосячишь, или как только ты как-то не так о чем-то подумаешь, не знаю, ну, грубо говоря, там, попытаешься изнасиловать пространство, то все, тебе сразу вот так вот перекрывают и говорят, так, 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 подожди, вот здесь у тебя урок, пока ты его не выучишь, дальше не пойдешь, и чем, чем как бы осознаннее ты начинаешь работать со своим там подсознанием, чем сильнее начинаешь ты слышать себя, тем уроки-то пожестче и пожестче каждый раз, потому что ты понимаешь, что, блин, ну, да, вот такой простой урок, я уже вот так щелкну, но мне-то дальше нужно расти, тебе там все сложнее и сложнее, все замудреннее, все интересней, но это кайф, это вот опять же, да, кто видел мои сторис, когда я съездила в Сочи, и после Сочи я писала, люди, выбирайте развиваться, это кайф, это ни с чем не сравнимый кайф, вот это действительно так, потому что, когда мы выбираем себя, когда мы выбираем развиваться для себя, ну, что происходит, мы начинаем, ну, что такое выбирать себя, да, это действовать из любви к себе, и, соответственно, у нас и здесь открывается, и что происходит с человеком, который наполнен любовью, ну, вот это, ну, представьте, как чаша, да, полная любви, что происходит, она переполняется, и человек начинает ее отдавать вокруг, и другие становятся счастливее, то есть, любишь себя, начинаешь любить других, все, и все классно, вот так, осталось 8 минут, чуть-чуть, что-то писали, ой, благодарю вас, кто переводит, правда, спасибо большое, если можешь делать много чего, но что конкретно не знаю, но точно знаю, что пришло время меняться, ну, пробуйте, все, все подряд пробуйте, и слушайте себя, вот самый простой совет, просто пробуйте, вот нравится то делать, нравится еще это, делайте еще это, нравится еще вот это, и вот это делайте, и прислушивайтесь к себе, что вам откликается, вот от чего вы реально сильно кайфуете, а в чем вы себя обманываете, то есть, очень легко себя обмануть, понятно, что там общество, еще у нас классно может обманывать, ну, как бы навязывать, да, какое-то свое мнение, но мы же сами себя еще очень классно обманываем, это же очень выгодно, это ну как бы это это лениво для ленивых ну то есть мы все ленивые люди да мы выбираем более простые способы и самый простой способ это обмануть себя и навязать себе самой эти самому эти иллюзии вот тут нужно просто по-честному к себе задавать вопрос это действительно мне очень нравится или все-таки что-то нет не моё и еще классно тоже такой момент но я это уже замечаю очень явно чаще всего что когда ты приближаешься вот к своему то что тебе действительно нужно данные не только про дело свое любимое говорю сейчас говорю вообще во все обо всем это касается просто даже в целом жизни это применимо ко всей нашей жизни когда ты начинаешь приближаться к тому что действительно твое тебе приходят просто какие-то блага от вселенной вот правда не знаю что-то происходит неожиданно приятное что-то со скидкой вы находите то что вы давно хотели вам дорого было например или деньги сваливаются или подарок какой-то приходит кого-то неожиданно или какая-то обратная связь от человека очень приятно ну то есть там кто-то начинает вам там за неожиданно письмо написал о том какая вы классная или там в автобусе очень приятно человек попался который с вами с вами едой поделился там я не знаю ну то есть что угодно может быть но ну типа какие-то такие очень приятные подарочки от вселенной вам приходят в ответ на ваше правильное действие это тоже но это вот реально тоже вот так и еще один такой момент который тоже хотелось озвучить чтобы не путаться в том где твой путь во первых не спрашивай у других советов и кто-то что-то начинать говорить не слушай ну в том смысле что не смысле упереться как баран и вообще там все отрицать такое в одну кого в отрицание тоже не надо уходить да потому что может просто неожиданно обратная связь прийти от пространство грубо говоря через человека да какая-то информация прийти и ты послушаешь подумаешь блин а вот действительно я живу до этого не доходило теперь до меня дошло вот такое может быть в отрицание не нужно уходить но я к потому что если вы хотите принять какое-то решение типа там порисовать вам вот это или сходить на музыкальную школу там поиграть на пианино например и вы сидите и думаете вот не знаю что мне выбрать вот это или вот это и вы приходите там подруги к маме к сестре к мужу или еще кому-то и горите слушай вот подскажи как ты думаешь чем не выбрать вот я хочу вот это или вот это провод что мне взять и человек вам может подсказать но это все вот этот тупик потому что этот это то что вам подскажет человека вы должны себя услышать вот что вам действительно ваши вы себе должны этот вопрос задать и услышать себя и пойти сделать то что вы ну вот вы истинно хотите ваша душа вот попросила сделать можно вообще скажет забейте на все это на каратэ иди ну то есть понимаете вот так вот говорите то что я всегда знала чувство спасибо но это круто что вы это чувствовали правда я осознанно прямосознанно стала жить последним наверное вот когда стала уходить от свадеб как раз и стала приходить к своему пути вот тогда у меня стало все открываться и действительно да вот тоже стало так все это чувствовать спасибо понимаю ну вот видите очень важно было услышать и другого человека да я недавно тоже подумала мне сейчас эфир закончится я недавно тоже подумала о том что не давать эту страну отдельную тему сейчас мне еще немножко догонится в голове и я еще хотела бы обсудить с вами так как у меня все-таки большая часть это женская аудитория обсудить тему вообще влияния женского общества на наше творчество и так далее вот как я раньше была зависима от того что хочу подруг чтобы у меня там подруги были сейчас я поняла что немножко по-другому у меня все так осталось вообще крошечка времени благодарю на сегодняшние сайты я вас благодарю что вы были в эфире и вы же переводили вам спасибо большое спасибо если я сейчас возвращаюсь к творчеству и рисованию круто если вот вы чувствуете что вам надо это очень круто эфир сохраню до выложу на youtube почему обратилась к марине была какая-то сильная причина но самая основная сильная причина была в том что я была не очень довольна тем моим тем сейчас то есть тем этой жизни которая была и мне хотелось начать меняться и марина мне пришла тоже через просто через нереально нереальные невероятные какие-то каналы и сердцем почувствовала что только к ней про подруг интересно будет да давайте сделаем эфир про женское общество такое это будет тоже очень круто стараясь ничего не показывает родным и тем более советов так как они не понимают только критикуют про критику тоже прям целый эфир можно создавать ну не слушайте никого делать и чем кайф и все спасибо вам согласны я благодарю вас что вы были на этом эфире на следующий неделе будет эфир про курс буду рассказывать но и еще выйду к вам поболтать давайте следующая тема для болталок будет как раз женская компания